Добрый вечер! С вами информационная программа Я-Новости в студии Александр Захаров. Первые итоги дня к этому часу вам представляют корреспонденты службы новостей телеканала Я-24. В начале выпуска коротко о главном. Сорок против десяти. Избирательная комиссия перераспределила мандаты отказавшихся депутатов. Здесь и полиция, здесь и пожарные. В городе прошла полномасштабная акция силовых структур. ОДН. Очень дорогие нужды. Ярославцы сомневаются в выгоде от общедомовых приборов учета. Через игру к знаниям корреспонденты Я-Новостей решили заняться наукой. Единая Россия займет в областной думе сорок кресел. Сегодня избирательная комиссия перераспределила мандаты победивших кандидатов, которые отказались от работы в законодательном собрании региона. Подробности в первом сюжете выпуска. Перераспределение мандатов лидера списка партии власти Валентины Терешкова и справедливого роста Анатолия Гришневикова лишь укрепило позиции Единой России в областной думе шестого созыва. В результате расчета так называемым методом делителей два вакантных кресла достались лидеру избирательной кампании. Мы обязаны произвести дальнейшее распределение данных двух мандатов согласно все той же методике. Оба освобождающиеся мандата попадают в список партии Единая Россия. В основу распределения легла антипровозная поправка к региональному закону о выборах. Согласно документу, мандаты, от которых отказались кандидаты, делятся между партиями, преодолевшими на выборах 7-процентный барьер. Последствия принятия этого закона мы наблюдали в месяц выборной кампании, вакханалии, которая творилась у нас по всей области. И сейчас мы наблюдаем при перераспределении тех голосов, которые получили партии в итоге выборов. Таким образом, Единая Россия займет в областной думе 40 мест из 50 возможных. Стоит отметить, некоторые кандидаты занимали посты глав муниципальных образований, поэтому теперь дополнительные выборы пройдут в Гаврилов-Ямском и Переславском районах, а также в Тутаевском городском поселении и в Кузнечихе. Эльдар Миндехметов, Ильев Белков, ЯНовости. Сегодня на 2 часа площадь в центре города заполнилась пожарными машинами и сотрудниками спецслужб. Нет, это не крупное происшествие, а полномасштабная акция силовых структур. На мероприятие побывала Алина Комарова. В центре города развернулась акция «Мы первые приходим на помощь». Такое мероприятие спасатели области проводят уже 9-й год подряд. Однако на этот раз к МЧС присоединились и другие силовые структуры. Поступление в должность мы уже меняем, уже поменяли, расширили акцию, сделали акцию не ведомственной пожарно-спасателем, а сделали акцию межведомственной, то есть общей. И будем расширять. Спецназовцы показывали навыки рукопашного боя, ОМОНовцы обезвреживали гранату, сотрудники ДПС оказывали первую помощь при ДТП. А зрители в этот день не только наблюдали за происходящим, но и принимали непосредственное участие. Например, попробовали себя в роли пожарных. «Прикольно, только очень горячо ногам было. А сложное что-то было? Да нет. В общем, все легко». «Сначала берешь шланг и так есть рычаг запора, его на себя тянешь, из него вода льется и нужно направить». Особой популярностью у школьников пользовался противогаз. Чтобы примерить необычный головной убор, выстроилась целая очередь. «Как ощущения? Классно. А что чувствуешь? Ну, чувствую себя как обычно, просто. Обычно чувствую себя». Участникам акции выдалась возможность посидеть в настоящей пожарной машине. Сев за руль, ребята точно знали, куда ехать. «Тушить пожар». «А где?» «Везде». Несмотря на сгустившиеся тучи, школьники успели пройти все этапы обучения и познакомились с работой спасателей, кинологов и силовых служб. Алина Комарова, Сергей Мазилов, ЯНовости. Противостояние жильцов и энергетиков. В городе устанавливают общедомовые приборы учета теплоэнергии, за которые жителям приходят огромные счета. Энергетики выполняют предписание закона, а жители не верят, что установка ОДН принесет им выгоду. В опросе разбиралась корреспондент программы ЯНовости Александра Топкова. Тарифы на тепло и горячую воду всегда вызывали массу вопросов, но жители Дзержинского района не столько волнуют размер платы за коммунальные услуги, сколько дополнительная квитанция за август. И сумма в ней прописана немаленькая – от 3 до 7 тысяч рублей. Дело в том, что нас никто не спросил, установили эти счетчики. Мы же были против. Понимаете? И когда они пришли устанавливать, мы так решили, что это им надо, и пусть устанавливают. Общедомовые приборы учета позволяют рассчитывать потребление теплоэнергии по факту, а не по нормативу, установленному законодательством. По закону об энергосбережении номер 261, принятым Государственной Думой в 2009 году, собственники помещения обязаны оснастить свои дома общедомовыми счетчиками. Исключение составляют только аварийные многоквартирные дома. При этом собственники обязаны возместить затраты ресурсонабжающей организации, которые данная организация понесла в связи с установкой общедомовых приборов учета. В среднем стоимость установки счетчиков составляет около 350 тысяч рублей. ТГК-2 готова предоставить собственникам жилья возможность рассрочки платежей на установку сроком до 5 лет. Со своей стороны управляющая организация гарантирует надлежащее содержание, эксплуатацию, все необходимые ремонты именно общедомового имущества, чтобы как-то минимизировать те потери, которые могут быть. Несмотря на это, жители не верят, что установка таких счетчиков станет выгодным капиталовложением, ведь большинство из них устанавливается на старые дырявые трубы. И через некоторое время дорогостоящие фильтры придут в негодность. И выходит, мы будем это все разгильдяйство оплачивать. Почему? Александра Топкова, Владлена Любимовская, Лев Белков. Я. Новости. Стать ближе к науке через игру. В выставочном зале «Старый город» сегодня открылась выставка, на которой свои разработки и научные проекты представили ведущие вузы и различные организации Ярославского региона. Выставочный зал был разделен на интерактивные модули, где любой посетитель мог поиграть, поэкспериментировать и просто понаблюдать со стороны. Корреспонденты программы Я. Новости не смогли пройти мимо занимательной выставки и решили все испытать на себе. Я очень скучаю по школьным урокам с микроскопом. Факультет биологии и экологии Демидовского университета приглашает всех желающих рассмотреть насекомых. Любопытный экспонат представила Медицинская академия. С помощью этого жилета можно понять, что чувствуют женщины на восьмом месяце беременности. Действительно, беременность – это во всех смыслах тяжкий груз. Дайте мне точку опоры, и я смогу перевернуть мир, утверждал Архимед. Здесь любой желающий может вспомнить правила рычага и школьного курса физики. К счастью, моя фотография никогда не оказывалась на листке с большой надписью «Розыск», но я всегда хотела узнать, как я выгляжу на фотороботе. Юристы из Демидовского университета сегодня предоставили мне эту возможность. На мой взгляд, я выгляжу так. Для любителей спорта здесь найдется развлечение. Это джоли-джамперы, и сейчас я попробую на них пройтись. Не так-то просто, как оказалось. Эта подушка выступает в роли ценного места каждого человека. Я научилась делать правильно уколы. Этот экспонат называется «Одно лицо из двух». Создан он для развлечения. При помощи этого изобретения можно запросто поэкспериментировать со своей внешностью. Как вы поняли, нашим корреспондентам тоже не чужды занятия наукой. Тем более, когда она преподносится таким забавным способом. Далее блок рекламы, после которой мы продолжим выпуск новостей. Десять лет Деминина. Отмечаем вместе с Comedy Club. 5 октября в Демино. Звездный состав Comedy Club Москва. Телефон 239-684. Пожалуй, средство номер один при боли в спине и суставах. Медицинский центр доктора церковного. Консультации временно бесплатно. Тургенева, 15, телефон 73-33-00. Встречайтесь! 14 сентября в Ярославле. Золотой цирк Юрия Никулина. Вашему вниманию знаменитый аттракцион с тиграми Карины и Артура Богасаровых. А также лучший номер звезд российского цирка. Кубанский казачий хор. 23 сентября в 19.00 ДК Добрынина. Раскрой талант. Детский фестиваль в Вернисаже. Пройди кастинги, стань финалистом и борись за главный приз. Финал фестиваля 26 октября. Подробности в ТРК Ярославский Вернисаж. Внимание! 20 сентября. В сети магазинов Планета Секонд Хенд новая осенняя коллекция. Планета Секонд Хенд. Всегда много новых возможностей. Потому что на тяжелой от фирмы Яна о нем слагают песни. Сеть магазинов тканей и швейной фурнитуры «Нотель». Ваш секрет яркого образа. Ждем вас в наших магазинах. Телефон 302726. Мультиварка «Хоттер». Готовьте без ограничений. Настраивайте программы под ваши рецепты. Комплект с двумя чашами всего за 4990 рублей. Месяц сумасшедших скидок от фабрики «Елена Фурс». Норка за 30 тысяч, мутон за 10 тысяч. Депутатский переулок «Дом-2» «Елена Фурс». Ждем вас. Музыкальная пауза. Атажо. Модерато. Аллегро. Аллегро. Парта. Учитесь на пять, ребята. Месяц сумасшедших скидок от фабрики «Елена Фурс». Норка за 30 тысяч, мутон за 10 тысяч. Депутатский переулок «Дом-2» «Елена Фурс». Ждем вас. Пластиковое окно. Самое то. Компания «Окно». Окна-панорама. Тепло и уют вашего дома. Производство профилированного бруса. 68-02-03. Сегодня в Ярославле и области прошел день юридической помощи. Члены Ассоциации юристов России принимали всех желающих. Получить правовую консультацию можно было абсолютно бесплатно. Подробнее в сюжете Нины Липиной. Для пенсионерки Валентины Журавлевой квартирный вопрос превратился в головную боль. Прописка дочери и внуков, раздел имущества. Валентина уже неоднократно обращалась в городскую управу, но ситуацию решить в одиночку так и не смогла. К юристам женщина пришла с последней надеждой. Ребята мне помогли. Я им очень благодарна. Они мне на все мои вопросы ответили и посоветовали, как дальше быть. И заявления составят, они и направят куда надо. Чаще всего люди обращаются к правоведам по вопросам ЖКХ и семейного права. Сегодня приходили и по миграционным вопросам. Единственное, к нам, в принципе, можно обращаться, как правило, по всем вопросам, за исключением предпринимательской деятельности. В городе открылось сразу несколько общественных приемных. Также работал многоканальный колл-центр. Безусловно, юристы не могут решить проблемы человека за один день. Но задать вектор их устранения могут вполне. Всем помочь невозможно. Мы это прекрасно понимаем. У нас, как я уже сказал, задача людей направить. То есть вот ту ситуацию, на которую они не получали, либо им нужна была какая-то независимая, допустим, внешняя консультация. Как показывает практика, в нашем городе подобные мероприятия пользуются успехом. За один день бесплатные кабинеты юристов посетили более 200 человек. Нина Липина, Анатолий Сахаров, ЯНовости. На выход. Руководство хоккейного клуба «Локомотив» приняло решение об отставке главного тренера Тома Роу. На сегодняшний матч с дебютантом континентальной хоккейной лиги «Загаревским медвежчаком» ярославскую команду на лед выведет Петр Воробьев, который до этого возглавлял молодежную команду «Лока». Помогать новому наставнику будут Дмитрий Юшкевич и Игорь Ефимов. Стоит отметить, что в понедельник президент клуба Юрий Яковлев заявил, что не намерен увольнять Роу, но после двух домашних поражений ярославцев изменил свое решение. В нынешнем сезоне железнодорожники проиграли пять игр из шести проведенных матчей. Игра с хорватским медвежчаком начнется в 19.00. Если вы стали свидетелем интересных событий, звоните нам по телефону 77 2040 в редакцию программы «Я новости». На этом мы завершаем наш выпуск. Далее вас ждет прогноз погоды. С вами был Александр Захаров. Всего доброго. Ждите вечерних новостей. Одежда ведущему предоставлена магазином МЭФ. Здравствуйте. Спонсор прогноза погоды – Московский цирк Никулина. Встречайте с 14 сентября в Ярославле «Золотой цирк Юрия Никулина». Вашему вниманию знаменитый аттракцион с тиграми Карины и Артура Богдасаровых, а также лучший номерозвезд российского цирка. О погоде в Центральной России. В Москве, Вологде и Твери пасмурно до 12 тепла, возможны дожди. Во Владимире, Костроме и Иваново облачный до плюс 11. Теперь о погоде в нашем регионе. В Рыбинске опять идут дожди и прохладно до плюс 11. Самая низкая температура, как ни странно, на юге области, в Переславле-Залесском, там не теплее 8 градусов. В Тутаеве ожидается хмурая и дождливая погода. Температура воздуха 9,11 выше нуля. Не видно солнца и в Угличе, там до плюс 10. Над Ростовом вновь серое небо, 9,11 градусов, ожидается дождь. И, наконец, о Ярославле. Выходные обещают быть прохладными и пасмурными. Днем термометр покажет 9,11 тепла, ночью до 8. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Желаю вам приятных выходных, до встречи на Я-24. Встречайтесь 14 сентября в Ярославле. Золотой цирк Юрия Никурина с новой юбилейной программой. Не пропустите!